50% недалеке, а что 50% недалеке, я возьму в него вот 7, вы сможете его так бы скомпенсировать? Вопрос, кстати, почему вы верим? Частные инвесторы, почему мы верим банку, что кредиты будут договоры, но не верим частному договору между частными инвесторами? Нет, мы этого возместим, пусть стоит фронт 100, но и вправо, 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 в процентную ставку. Лимит есть ответ. Например, 20% в годовых это потолок. Да, это, это поставить. Так, значит, пишу кредиты, займы, в том числе частные, да, частные, лимит процента субсидирования ставки, да? Я в том, что участники, кто выдает кредиты, они не отчитываются государству. А зачем? А зачем? Деньги есть? Есть. Здание есть? Есть. Вот если нет ни денег, ни здания, извините, прокуратура и правоохранительные оперы, да? А если есть процент, ты должен быть? Смотри, какая ставка будет. С разницей, да, наверное. Тут еще открытый, на самом деле, вопрос, надо ли субсидий платить. Тут не всегда какой-то еще однозначный ответ, иногда субсидий считается доходом, почему-то, понимаем. С нее еще и бюджет. Так, ладно. Вроде более-менее понятно, да? Теперь самый главный вопрос. Дирекция, УК, Минэкономники, Президенты. Я рада ситуации. Пустой участок, полузаполненный участок и действующий плат. Как? Куда? Кому? Чего? Ну, а это надо, во-первых, индивидуально подходить. В том, как раз? Да. Но у нас же вот такой опыт существует в республике. Это вот транспортная компания, головная организация была. Они же вот как управляющие компании над предприятиями, они формировались. Они к каждому индивидуально подходили, но у них были в каждом направлении инженера вот эти. И они вот как бы маркетинговую политику смотрели, помогали, вот дальше надо делать. Ну, то есть бизнес озвучивает спрос, платежеспособный, говорит, я готов за эту услугу, там, я не знаю, занимайтесь поиском кадров, мне финансов, инженеров, чистите территорию, вывозите мусор, я готов за это платить определенные деньги. Это предмет торга, да? Это же коммунальное хозяйство, да, то есть не тариф, журналист, да? Управляющая компания либо эту функцию сама, ну, покупает трактор, принимает человека, имеет в штате, да, оказывает услугу, либо аутсорсит, он есть тебе, может, там, такое, ЖКГ, вот там, консультант, вот там, что-то, фандрайзер, все-все-все, да? Это, в принципе, а у нас, на самом деле, не в этом вопрос. Отказывать услуги совершенно достаточно много сегодня, кто может. Вообще, у нас не в этом вопросе. Управляющая компания с резидентами всегда. Как найти, подобрать инвесторов, понимаете? Ну да. Вот это главное сегодня, вот, что-то у нас, значит, не дирекции, не все же экономики, да, размещать. Хорошо, если мы говорим. У нас же при Сумнике было, вот я же не запомню, да, схема производства, размещения производственных сил, да? Да, территориально-производственных платьев. Все, это все сегодня забросилось. Сегодня еще купится вокруг Казани, вокруг набернут темно. Ну, забей, то, чтобы, ребят, понятно, да? Вообще, мне это простоало же потерянное, вообще-то. Не так же, вокруг Казани еще много. Но все-то есть. Ну, давай. Да. Предложение не понял. Региональные министерства должны заниматься поиском инвесторов для площадки. не пульска, а размещениями, а ты пульска размещениями. Есть такое понятие, с будущим к порядку, вроде как, да? Есть такое понятие промышленной политики, например. Да. Схема размещения, территориальная схема размещения производственных сил. Проще давайте. Это, конечно, такое проще. Проще, инвесторов кто ищет? Это взаимодействие индустрианных парков с крупными предприятиями, чтобы на аутсорске... Татарстане делали так, чтобы, ну, к примеру, по японской модели крупные предприятия... И не работают еще. Вы почему все собрались? Не работают? А продвигают? Кому? Для того, чтобы экономить, естественно, промышленности. Они же знаете, как говорят, вот сейчас появится какая-то структура, не будем называть, как называется, да? Дирекция или кто-то, и все у вас заработает. То, что у вас в управляющей компании не хватало компетенции, сил или денег, оно появится. В таком году мы говорили, что у нас кураторы должны быть в региональных органах власти в каждом районе по привлечению инвесторов. Ну, или... Это 24-й год. Может, раньше? Вот еще раньше. Надо вот для себя понять. Давайте сформулируем. Если дирекция, чем должна заниматься? Нужна? Не нужна? Какие функции? Дирекция нужна? Вот у нас же... Помимо вот этого... У нас же компетенции не хватает управляющей компанией. Специалистов не хватает. Так. Маркетинга не хватает. Все. Пишем, значит, дирекция. Да. Компетенции. Да. Компетенции. Да. Еще что? Маркетинг. Ну, ладно. Управленческие. Все управленческие компетенции, да? Дальше. Деньги сюда же? Поиск денег. Да. Так, фандрайзер. Давайте фандрайзер допишу. Понятное слово, да? Прямая связь УК с региональной властью. Без дирекции? Нет. Дирекция же имею ввиду. Дирекция. Вопрос, если у вас дирекция это УК, да? Знак раньше? Нет. Сумма УК. Нет. Нет. Так. В частном случае, смотрите, в частном случае, может быть, дирекция равно УК. Например, ну, скажем, Телефис укрой скажет, нам не надо. Никакой дирекции мы нормальные. Те, кто уже нормально компонирует. Бывает. Бывает, что дирекция поглощает УК. К примеру, да, маленький УК. У меня нет ни компетенции, ни денег. Возьмите меня под кормой. Есть такие? Есть. Где? Есть, наверное, сюда есть. А если дирекция без УК? Сергей, вот предложение такое. Дирекция без УК, да? Еще. Дирекция УК? Нет. Так. Надо создать такую дирекцию, чтобы управляющим компаниям было выгодно туда. Выгодно к ней заключить с ней договор. Она должна показать свои компетенции раз, возможность привлечения денег, еще чего. А, ну, инвесторов, да? Обязательно. Самый главный, я так понимаю, да? А где она уже это искать, будет, честно говоря, цинично вообще. По барабану. Мы подписали с ней договор. Мы тебе заплатили. Когда? Когда мы заплатим дирекцию за поиск инвесторов? Когда придет на территории инвесторов. А что значит придет? Ну, создать работу, реализует проект, создаст этот инвестор рабочие места. А физически? От рабочих мест? Или от суммы инвестиций, которые были в основном пощупке? То есть мы говорим о капитальных вложениях и инвестициях. Правильно? То есть дирекция, бюджет. Бюджет дирекции – это процент от суммы инвестиций в капитальные вложения и там основные средства, например, да? Резидент, да? Он должен быть заинтересован. Тогда дирекция будет интересна рабочих мест. Не только инвестиции. Конечная цель – создание рабочих мест. Создание количество рабочих мест. И отчитать налогу. И отчитать налогу. Вы знаете, вот когда… Я понимаю, о чем вы говорите. Есть, что называется, жирный кефир, да? Есть обезжиренный. Есть парки, в которые охотно пойдут. Есть… Это тот же самый извечный вопрос. Там, не знаю, любила ли Алабуга промпарки. Или, например, загубили ли тассеры Алабугу. Или там, загубили ли тассеры маленькие промышленные парки. Но тассеры скоро кончатся. Ой, на счастье. Так. Бэкс наш. Организаторы есть здесь? Нам нужна уборщица. И все. Так, 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 так. Так, 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 так. Что у нас еще? Разграничения, полномочий, УХА. Ну, я пока не знаю. Так, какие мысли? Это же пока… Не, если делиция создается при Министерстве экономики? Нет. Нет. Как я понял, у меня черный фонд, по-моему, надо задать поставить. Я так понимаю, дирекцией может быть какая-то организация, как управляющая компанией, как фонды, корпорации. Ну, смотрите, в других регионах есть корпорации. Вот она, их дирекция, она занимается развитием области. Она и промпарков там, и крупных объектов, и все-все-все-все. Не суть. Так, инвестор. Здесь, значит, у нас полиции, да? Так, еще, по факту причем, да? Вот выполнил работу, получи деньги. Ну, все-таки, серьезный, вот из чего? Из какого источника? Договор на что? На привлечении, да? А для кого она привлекает? На некоторой площадке находится управление муниципалитетом. Ладно. Для кого привлекает? Для управления компанией по большому счету. Для владельца земельного участка и имущественного комплекса, который надо заполнить. Вот с ним. А почему нет? Ну, ээээ... Семенович, это надо... Ну, это индивидуальный подход. Вот сейчас прям сказать... Мы его юридическим механизмом вообще здесь затрагивать не будем, потому что у нас с вами уйдет не 25 минут, да? А два с половиной года, если еще шлифовать будем. Там же частные парки есть, государственные парки есть. Там же интересы совершенно разные, да. Нет, смотрите, если у муниципалитета появится бюджетное развитие, у него появится источник заплатить за проведение инвестора за невыполнение своей работы. Он не может что-то там через себя переплюнуть, да? Нет, а если вот... Если просто глобально смотреть на территорию промышленного парка. Промышленный парк вообще... Ну, мы сейчас вот закон вводим, мы хотим, да, ввести закон, и промышленный парк будет особую зону. Там будут льготы, там будут какие-то послабления. И, я так понимаю, туда должны пойти и где-то в этот раз. Но можно же так работать полностью для управляющей компании. Допустим, если ты являешься управляющей компанией этой территории, тогда будь добр, там, как лучше, дирекция есть, представляй там маркетингу и продвижение там. Или кому-то заплатить за это, да? Либо аутсорсинг, либо ты сам. Если ты управляющей компанией выполняет эти условия, тогда твоя территория получает льготы. То есть это кого? Это если УК владелец всего, да? А если УК просто нанято, то в интересах владельца, да? То есть компания тоже не просто так нанимается. Бывает просто так. Бывает просто так. А в нашу ситуацию прикладываешь. Да, у нас управляющая компания представляет здание, собственно, земля муниципальная. У вас два в одном. Два в одном, да. Поэтому он прикладывает вот для себя, да. А то у многих нас может быть. Это большинство. Да. И здесь тогда что? Ну, если ты хочешь, как управляющая компания, чтобы твоя территория получила статус вот этого ОПЗ, выполняй функции, которые прописаны в законе. Дирекция-то и не нужна так? Ну, дирекция... Ну, как бы... Нет. Там дирекция нужна. Тут же вообще функция дирекции много. Дирекция, она не будет выполнять функции. Она не будет искать инвесторов для нашего парка, допустим, для Ютазинского района. Им проще найти для Черновых. Особенно когда у дирекции будет в подчинении 50 парков, да? Конечно. Как сейчас. Да, конечно. Хорошо. А если там будет 5 парков? Нет. Вот инвестиционных фондов дали 10 парков, да? Вот по последнему КРФ. Естественно, в Ютазах, где... ...кажда... ...челны... Нет, ну, дирекция там же... ...выходящего... ...прома курсуры, которые въедут, а затем не переходит, да? Да. Въедут или въедут, а затем не переходит. Да. Въедут и чай, да. Въобщее, въедут, а затем въедут. Там въедут проекты. Как раз направленные на администерах, въедут, въедут, въедут ли, въедут проблемы. Въедут, вычеренцы, въедут. Которые зовут к себе, а кому-то так вот поможет. Да. Они пойдут туда и идут на тех, да, что там чьи и бумаги. Те или чьи вчера сказали, нам не надо никак. А уже не надо. А и не было, и не надо. И не было, и не надо. Они почти заполнены. Вот. Надо дальше? Да. На тех, вот, на тех, вот, проблемах. А если у крупного участника парка все проще. Он туда не услышал ответ на вопрос, кто оплатит. Заинтересованный. Кто этот человек заинтересован в развитии? Ну, тот или собственник земельного участника. Или управляющая компания. Источник. Источник, да. Источник. Частный источник. Первое. Частное лицо, если он собственник, да. Или второе, ну, если он же собственник, муниципалитет, правильно? Муниципалитет. И управляющая компания. Значит, возвращаемся к вопросу, куда. У него должно быть из чего, да. Да. Вот из чего. Вопрос. Либо дать бюджет развития, либо разрешить оставлять налоги на... Да? Да, да. На такие вещи. Надо муниципалитету разрешить оставлять налоги. Так. Налоги. Налоги местного бюджета. Налоги местного бюджета. Или... Что? Или... Ну, а как бюджет развития будет? Сколько? Либо оставить налоги, либо из республики что-то получить. Другого варианта. Либо получить бюджетный кредит. Возьмете бюджетный кредит? Возьмете бюджетный кредит? Это что? Это возможность вам некоторое время ему давать в республику деньги. Чему сейчас мы идем? Это формирует бюджет в дирекции или... Мы ищем источники финансирования денег на компетенции, поиска денег, поиска инвесторов. Кто? Сейчас же вот только что говорили, что поручили функции дирекции во всем региональным компаниям. Они работают и зарабатывают. Но что-то не приходят они. А? Что-то не приходят они. Большие. Есть куча управляющих компаний? Нет, нет. Поручения по республике есть. Вечерный фонд собирается. Да. Правда они же состоятельные компании. Они же могут наладить работу и получать сходя вот этот же вопрос. Инвестор процентов. Да, да. Откуда они будут получать? От кого? Все будут получать? Все будут получать? Все будут получать? Все будут. Или от управляющей компании или от везде получать за определенную сумму? Резидент платит за привлечение к новому резиденту? Я думаю, заплатил. Нет, мы не хотим. У нас нет практики. Но в ЕЛАБУ уже есть практики, что когда резидент заходит, он оплачивает входной в нос. У нас пока этого нет. Я так не знаю. Говорит ли кто-то об этом официально? Я так понял, что мы просто инвестиции вкладывают в площадку и САЛАБУ. Нет, на общую. Сейчас там по результатам записи Шики Валевы касаются. Сухобык тут. Тут еще, смотрите, разные высовой категории объектов. Крупные инвесторы, они понимают, зачем они балансы ведут, да? Крупные инвесторы понимают, зачем они втасцировали люди. Крупные инвесторы понимают, там, в инополисе и еще там там. Они не всегда понимают, зачем им идти в муниципалитет. Они, когда муниципалитет выставляет конкурентные преимущества только подготовленные территории, не работают. Муниципалитет может предоставить только одно – ресурсы, которые у нее занесут. Сельхозпродукции, люди, там, я не знаю, полезные ископаемые и вокруг этого только все. Социальная инфраструктура у дома? Ну, хорошо. Да, нет, кстати, можно с городом сравнить. Социальная инфраструктура в селе при прочих рамках, там, извините, климат, хотя бы даже, экология, да, чем город. Нет пробок. Каждый инвестор идет на какие-то преференции. На селе, если нет других преференций, мы хотим вот видеть, что сейчас у нас президенты идут на то, что мы строим здание. Потому что они, во-первых, меньше обложений надо, чтобы развить свой бизнес. И, второе, они несут меньше риска, потому что если у нас что-то как-то не получится, они собрали оборудование и уехали. Это конкурентоспособность. Я об этом селиваюсь с вами. Нет, обратно, говорю, что если на лампарке будут готовы здания, все равно привлечь резиденты, это будет вас. Ну, все равно проще. Они будут, это аренда, если они построили сами. Но после завтра вы сойдете и скажете, нам уже это недостаточно. Мы сейчас решаем проблему. Есть свободные земли в части. За вчерашний день. За эти коммуникации. Вчерашний день. Ну да, конечно. За сегодняшний день что-то еще. Деньги на оборудование. Завтрашний день. Услуги, вот такие как-нибудь управляющие компании. Но, самое главное, уже создаются рабочие места, появляются инвесторы. Это, вот, мы даем субсидии при финансе, например, 2-3 года, а они же будут потом. У меня десятки лет, там мы в плане работать. Может пора уже бизнесу за рабочие места платить пропорционально? Почему нет? Последнее новшество платить за удаленку, за дистанционную и ежегодно. За рабочие места. За рабочие места. Это практики же уже есть. За рабочие места. Практики же уже есть. Особым экономическим зонам же платят. Сейчас самые безумные идеи обсуждаются, потому что в сторону ничего не работает. Мы понимали, что он не имеет права, если резидент хочет быть подстроен. Таза это не граничит. Мы в акенции, мы очень счастливы, да. Нам бы интересно было привлечь подкурку предприятия. Почему бы не разрешить подкурку? Индивуя подведения. Возрешение иметь? Да, да. Возрешение иметь? Возрешение иметь? Да, да. Это не очень. Возрешение иметь? Возрешение иметь? Возрешение иметь? Возрешение иметь? Да, да. Возрешение иметь? А знаете, какой высший баллотаж? Высший баллотаж издавать межрайонные индустриальные парки, межреспубликанские. Это вот, чтобы каждый, извиняюсь за выражение, голова перестал ставить флажок только к себе на стол, да? Чтоб меня президенту хвалил. Вот ни одного у нас, ни одного межрайонного парка. Все вроде, да, да, за кооперацию. Где заканчивается граница парка? На границе к земельному участку района, да? Ни гнязи. Ни гнязи. Ни гнязи. Ни гнязи. Ни гнязи. Ни гнязи не связаны. Нет. Потому что возникает вопрос. Резиденты, куда будут платить по данному? А если делить? Ну, мы опираемся в закон о бюджете. Ну, вот эту ментиновскую систему. Когда все зарабатываются на территории, туда едут. И делиться не будем. А чем хорошо межрайонное? Что, какие пенсии? Нет. В принципе. Я так отвечу. Одно межрайонное лучше, чем и районное. И пустые. Ну, вот. Я бы не сказал. Нет. Нет. Если все заполняете вообще вопросы, все непосредственно. Дело не в том, чтобы куда-то налоги уходить. Дело же в том, чтобы на местах саждовать их большие места. Вот. У нас есть потребность рабочих местах. Я имею в виду. Представляете глупость, какая, например, может произойти, да? Вот один и тот же пятачок земли. Просто три границы муниципальных районов. И там три парка стоят. И три одинаково имеют проблемы без заполнения. Вот о чем речь. Они говорят. Зачем вас создали ММВШ? Зачем вас создали ММВШ? Зачем вас создали ММВШ? Зачем ММВШ? Зачем ММВШ? Четвертый или третий, к примеру, да? Там, если этим не заполнено. Но. Эффективность уже есть. Вот. Один год. Я тоже считаю, что эффективность есть. Если 50% заполнения уже счастлив. Уже счастлив. Уже счастлив. Это эффективно работает. Это другой вопрос. Если бы заполнено. Так, ну что? Мы уже перестали или мы все еще генируем их положение? Создаем. Создаем. Я пробую. Все, да? Надо работать с точки зрения эффективности. Соответственно эффективности. Так затем мы собрались. Как механизм сделать, чтобы эффективно работало? Мы все наработали, как привлечь инвестора. Самое главное, что нужен инвестор. Ну что? Мы все накидали? Да. Вот. Мы же предложили, да? Тоже суженно воспринимать нашу информацию. Вот о промышленной политике ничего не сказали. Хотя это можно сделать. КамАЗу можно поговорить, чтобы... Вот. Две тысячи деталей. Они же могли детали получать. Если бы они дали технологию и науку. Поэтому мы бы с удовольствием... А. Вот вам инженерят в одном технологии. Вы только сделаете, да? Интеграцию. Как вам сказали? А. Сколько лет пройдет, прежде чем отшлифует человек, который раньше этим не занимался? Ну как бы технологии? Ну как бы технологии? Сейчас же станки вам надо все это делать. И за вашим... Это вопрос к тому, почему хочет Никогогин выращивать себе поставщиков среди местных участия производства. Это, кстати, вопрос промышленной политики. Это вопрос государственного управления в политике, да? Скоро появится, наверное, локализация не иностранцев здесь, а локализация производств автогигантов в районах. Это вопрос протекционистской политики, кстати говоря. А. А.